всем приветик вы на канале лазница меня зовут вика и я по вам соскучилась уже сегодня я хочу показать вам две очень простые прически из локонов как я сделала эти локоны вы сможете увидеть в прошлом видео там все очень подробно рассказано ссылку я оставлю внизу в описании или в конце этого видео я тоже оставила небольшой кусок как я делала эти локоны и так приступаем к первой прически в этих двух прическах самое важное как вы поняли это создать красивые локоны с объемчиком растянуть их в общем потом уже можно сделать любую прическу все будет красиво я же делаю прическу на бок то есть немножко подкалываю локоны но я их не вытягиваю а вот как локон лежит в том месте его подтягиваю голове и подкалываю невидимкой просто чтобы у нас не распадались волосы тем более если у вас разная длина то лучше в некоторых местах подколоть то есть я укладываю все локон на одну сторону затем берем аккуратненько все волосы смотрим в зеркало на себя смотрим где лучше расположить хвост мы не рушим саму основу не загребаем пальцами не выравниваем локоны а просто в месте где должен быть хвост собираем аккуратненько и завязываем хвост кончики можно немножко вспушить спрятать резиночку одной прядкой и все прическа готова а и Очень простая и очень быстрая, но в то же время красивая, так как у нас уже красиво уложена челка, у нас есть локоны и прическа на бок, то есть ее видно спереди, как мы все любим. Она очень удобная, не нужно переживать, что где-то выпадет какая-то прядь или шпилька, все завязано в хвостик и все очень красиво. Ну и так как мы быстро справились с первой прической, переходим ко второй. А вторая прическа у нас выходит из первой. То есть, если вы не хотите хвостик, или у вас слишком длинные волосы, или наоборот слишком короткие, или у вас не держатся локоны, и вы переживаете, что хвостик распустится, вы просто берете и подкручиваете, и подкалываете все волосы. У меня получился один проворот, вы можете просто взять, если у вас длинные, намотать на руку, и хорошо подколоть невидимками со всех сторон, и у вас получится такой красивый небрежный пучок. И выходит очень воздушная и красивая прическа. Если какие-то локоны выпали, не обязательно их подкалывать, вы можете их оставить. Вот у меня так очень удачно выпали несколько прядей, и мне это очень понравилось. Поэтому я их не закалывала, а даже немножко растянула, вспушила и сбрызнула лаком. И вторая прическа готова. Как по мне, очень красивая, и я думаю, что получится у всех. Главное сделать красивые локоны. Правда, если вам интересно, то зайдите в предыдущее видео, там все подробно рассказано. Подписывайтесь на мой канал, у меня канал о прическах, то есть это не единичное видео. Жмите на колокольчик обязательно. Также, если вы будете повторять прически по моим видео, то отмечайте меня в инстаграм. Мне всегда очень приятно, и очень интересно смотреть на ваши работы, и всех лайкаю. Так что жду вас и там. Вот такие очень простые варианты причесок у меня сегодня были для вас. Какая прическа вам понравилась больше? Первая или вторая? Голосую. Мне будет очень интересно, какую бы вы себе сделали. Лично мне, скорее всего, нравится второй вариант больше. А что вы скажете? Да, видео было очень быстрым, и я опять буду по вам скучать, но мы увидимся совсем скоро. На сегодня у меня было все. С вами была Лозница Вика. Всех целую и всем пока. Ну а сейчас небольшое видео о том, как я делала локоны. Локоны я делала на утюжок. Если у вас есть плойка, то делайте наплойку. Лучше всего получится такой эффект, если вы будете делать наплойку 25-го диаметра. Сначала я кручу локоны, а потом их растягиваю, когда прядь остынет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С макушкой я поступаю немножко по-другому. Я делаю диагональные проборы, делаю объем утюжком и накручиваю также локоны от лица. Затем каждый локон я растягиваю и ставлю объем у челочки. И вот таким вот образом у нас получились очень классные локоны, с которыми можно делать любую прическу. Вы можете собрать по-любому, даже сзади хвостик завязать и также пучок скрутить. В общем, у вас уже будет очень красивая прическа, потому что у вас получилась красивая основа в виде локонов. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал. Я вас буду очень ждать в следующих видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok